День зимнего солнцестояния Отца народов Иосифа Виссарионовича Сталина Гроза всех мировых преступников И компрадорской элиты И буржуазии И либералов И сатанистов И сионистов самое главное Самое главное его боятся сионисты Кто бы мне сказал лет 20 назад Что я стану защищать честь и достоинство Оболганного великого человека Я бы не поверила С чего вдруг Мне как и подавляющему большинству Было далеко до этой темы Что было то было Наверное я так могла думать Как это далеко в прошлом Кто там разберет И вот здесь и сейчас В день зимнего солнцестояния И день рождения Сталина Я говорю Да я буду отстаивать И защищать честь Этого великого человека Да это все близко Это все стало выпукло И понятно Кому предназначались репрессии Про которые так много говорят Набирала и наказание Кого сейчас для охлаждения Тухлого сознания Будь жив Сталин СМЕРШ Надо отправить Рыть канал Или хотя бы просто чистить снег В Москве Народ знает этих бесов Они все на экранах Они сходят с ума От своего воровства Коррупции Безнаказанности И народ начинает Вопрошать Все громче Сталина Сталина Где же Сталин Недавно мне подарили Бюст Иосифа Виссарионовича Благодарю Ирину Радченко За этот подарок Смотрю на лицо этого человека И спрашиваю себя Как вы смогли поднять из руин Развалившуюся империю Как вы смогли создать Такое мощное государство Рабочих и крестьян И победить в кровавой войне Как может один человек Совершить такое Ну конечно Конечно была команда Но руководство Руководство гениального человека Не просто победить А потом созидать Строить дворцы Красивые дома Вот станция Арбатская метро Здесь на стене Замазан белой штукатуркой Сокрыт портрет Сталина Стыдливо замазали А может быть сокрыли Для лучших времен Задавали вопрос Зачем вам Самое красивое Самое богатое метро В мире Зачем вам красивые дома Для простых людей Сталин отвечал Мы хотим Чтобы рабочего человека Окружала красота Когда он едет на работу С работы Или идет пешком Или отдыхает дома Советский трудящийся Заслуживает всего Самого лучшего Так Отвечал Сталин Это записано Во многих мемуарах Человек Который думал О народе Потому что он Настоящий Отец народа Говорят Московской Я зачитаю Часть нашей переписки И покажу Семейные фото Что здесь важно Маленькая Ирочка Видела Сталина Понимаете Это связь времен От человека К человеку Живая нить Сейчас Сквозь эти старые фото Мы с вами Заглянем в то время Когда жил И трудился На наше общее благо Этот великий человек Пигмеях Хруща Скажут Вернее захрюкают Культ Культ Опять культ Но разве Сталин Виноват Что народ его уважал Или даже любил И скорбел Когда его отравили Убили Почему спустя Столько лет Они до сих пор До зубовного Скрежета Ненавидят его Боятся его Даже мертвого Мы каждый Это знаем И видим Ирочке В 1952 году Было 4 годика Папа держал ее На руках Когда они проходили В колонне Мимо трибуны Мавзолея На которой стоял Сталин И члены правительства Девочке казалось Что он смотрел Только на нее И ей специально махал Такие живые воспоминания Папа смеялся И говорил Да он всем махал Там огромное количество Народу шло Нет Упрямилась Ирочка Только мне И смотрел Только на меня Действительно Было такое ощущение Что он Смотрел Каждому в душу Заглядывал в глаза Это чувствовали Люди Связь с ним Поэтому Такое отношение Которые никак не могут Расшифровать Всякие Либеральные Историки Всякие Солженицыны Я задавала Ирине Вопрос О семье Папа И ее работал Артистом Большого театра Были дачи Где проживали Известные Всей стране Артисты Меня интересовала Прима-балерина Гельцер Может Ирина что-то Помнила Гельцер Смотрите серию Моих расследований По теме Кто убил Бехтерева Это была тема Связана с Шатунова Потом На Бехтерева Перешла Посмотрите Там очень интересная Информация Я там ссылаюсь На дневники Вениамина Додина А он был Племянником Этой примы Балерины Поэтому мне было интересно Может быть что-то Какая-то информация Но нет Конечно Ирочка Была слишком Мала Чтобы Какие-то вопросы Или взрослые разговоры Знать Но она помнит Ощущения Того времени Задавала вопрос По репрессиям Ирина сказала Что время для взрослых Ощущалось Как тревожное Но в их семье Никого не арестовывали Никто не репрессирован У знакомых Семьи тоже Но в театре Да Были случаи Но она По молодости Лет Подробностей Не знает Как интересно Я пишу ей Они уважали Сталина Мой отец Уважал Сталина Мама тоже понимала Что жесткость Требовательность И ответственность В тяжелое Послевоенное время Была вынужденная И она этим оправдана Мои родители Это понимали Что без вины Не наказывали И что дыма Без огня Не бывает Никто из моих Родных и знакомых Не пострадал Отец получил От театра Участок Для строительства Дачи И театральный поселок Стал отстраиваться Некоторые побаивались Закупать стройматериал Опасаясь проверок Об их эсэс Побаивались Но строили Потихоньку себе Дачные домики Некоторые артисты Ведь помимо зарплаты Имели халтуру Дополнительный заработок Фото за деньги Шитье Вязание Цветы Выращивали и продавали Вот и побаивались Проверок всяких Время действительно Было суровое Сталин не был глупым Романтиком Понимал и постоянно Предупреждал Что нашу страну Окружают враги Которые после поражения Восстановятся И снова предпримут Попытки реванша Его Либералы называли Параноиком Ага Так в чем же не прав Товарищ Сталин Предали и продали Страну Которую он создал Которую ценой Огромных потерь Отстоял И построил Наш народ Задача состоит Не только в том Чтобы выиграть Войну в Германии Но и в том Чтобы сделать Невозможное Возникновение Новой агрессии И новой войны Если не навсегда То по крайней мере В течение Длительного периода Время После поражения Германии Она конечно Будет разоружена Как в экономическом Так и в военно-политическом Отношении Было бы Однако наивно Дума Что она не попытается Возродить свою мощь И развернуть Новую агрессию Всем известно Что немецкие Заправы Уже теперь Готовятся К новой войне История показывает Что достаточно Короткого периода Времени 20-30 лет Чтобы Германия Оправилась От поражения И восстановила Свою мощь Какие имеются Средства Для того Чтобы предотвратить Новую агрессию Со стороны Германии А если Война все же Возникнет Затушите ее В самом начале И не дать Развернуться В большую войну Во всем Он был прав Умный Мудрый человек Мыслящий Глобально Посмотрим еще Фотографии Пионерский лагерь Дети в столовой За столами Накрытыми Белыми Скатертями На столах Вазочки С цветами Все с любовью Скромно Но чисто В заботе О детях Да и мы еще Застали то Непередаваемое Чувство Счастливого детства По ощущениям За детство Счастливое Наше спасибо Родная страна Это было Совершенно искренне Я помню Это ощущение Я чувствовала Себя счастливой И думаю Какое счастье Что я в этой стране Живу Родилась в этой стране Через живые Воспоминания И этой Счастливой Женщины Ирины Которая Видела Сталина Мы смотрим В то непростое Но светлое Для нашего народа Время В народа Победителя Впереди была Прекрасная Полная Новых свершений Жизнь Несмотря на все Попытки Новых управленцев После смерти Сталина Свернуть дела Великого человека Запас Прочности Советской страны И советского народа Оказался Огромен Он до сих пор Держится Советский Союз Жив Они просто Врут Что он Распался Что он Развалился Нет Он жив Это управляющая Компания На территории Советского Союза Заканчивая фильм Ответом на вопрос Можно ли взять Материалы Фото И рассказ И зачитаю Ответ Ирины Московской Можно ли воспользоваться Этими снимками Для ролика Я хочу Ко дню рождения Сталина Сделать небольшой ролик Можно Галина Я хочу Чтобы правда Выстрожествовала А люди Наконец Научились бы Думать своей головой Если есть чем Белое Белое надо называть Белым А черное Черным Я из того поколения Где за правду Честь и совесть Шли умирать Мой любимый фильм Раньше был Коммунист Я по жизни Не люблю Ложь И лицемерие Знаете Я читаю Один в один Это я Я тоже люблю Фильм Коммунист А еще я люблю Слова Николая Островского Что жить надо так Чтобы не мучило Подленькое Миленькое Прошлое Мы такие Мы не прогибаемся Никогда Мой отец тоже был Верным коммунистом Принципиальным И честным И слава Богу Что он не дожил До сегодняшних дней Мама тоже Она украинка Из Запорожья Молоденькая Медсестра На фронте Двое ее родных Брата погибли В боях И в мирную жизнь Уже не вернулись На мои Когда я получала Свой первый паспорт В СССР То меня спросили В милиции Какую национальность Я хочу для себя Выбрать в паспорте По папе русская Или по маме украинка Я конечно Не сомневаюсь Выбрала русскую Печально все это И хуже всего Что люди Вообще не думают Не умеют думать Успехов вам Во всех ваших Добрых делах Это наше счастье Галина Конышева Всех вам благ До свидания